Под нами сокровище. Куда не бросишь взгляд, везде вода. Меандры рек наполняют жизнью бескрайние равнины в самом сердце Черного континента. Страна изобилия рядом с сухой, опаленной солнцем пустыни Калахари. Каждый год в сезон дождей сильнейшие ливни наполняют русла реки Акованга в горных районах Анголы. На территории Ботсваны река замедляет свой бег и разветвляется. Рукава реки либо образуют заболоченные территории, либо просто исчезают, впитавшись в землю. Дельта реки Акованга – самая большая внутренняя дельта в мире. Водное изобилие способствует развитию флоры и фауны на затопленных территориях. На болотах живут миллионы птиц. В этом своеобразном Ноевом ковчеге поселились и сотни видов других животных – крупные и грозные млекопитающие, а также змеи. Дельта Акованга – родина львов, гепардов и леопардов. Густая речная сеть препятствует проникновению людей в звериное царство. Здесь нет промышленности, сельского хозяйства и автомобильных трасс. Никто или почти никто не нарушает здешних пищевых цепочек и зыбкого баланса между видами. Прежде долгое время в этих местах промышляли охотники и браконьеры. Сегодня большая часть дельты находится под охраной природного заповедника. Даже вход туристов ограничен. Река Чобе протекает в северной части Боцваны. Чобе – это и название национального парка, который примыкает к реке. Несколько минут водного сафари в пограничном городке Касаны, и нашим взором предстает стадо слонов. Это наша первая встреча с дикими животными на свободе. Уже в начале экскурсии мы встречаем одного из самых грозных млекопитающих – самца гиппопотама. Если его потревожить, он впадает в дикую ярость. Пожалуй, не станем к нему приближаться и ограничимся созерцанием торчащих из воды глаз, ушей и ноздрей. Бегемот – животное социальное, охотно разделяющее трапезу с сородичами. Эти животные – вегетарианцы. Голова гиппопотама весит более 200 килограммов. Пасть открывается на ширину около метра. Несмотря на вес тела в полторы тонны и короткие ноги, по суше он может передвигаться с поразительной быстротой – до 40 километров в час. К счастью, наше присутствие животное не тревожит. Во время пиршества, длящегося несколько часов, гиппопотам может проглотить до 70 килограммов растительности. Наш рулевой и проводник Джеффри охотно и со знанием дела отвечает на все вопросы. Река достигает 5 метров в глубину, но встречаются и 12-метровые впадины. Бегемоты – прекрасные бегуны и пловцы. Чуть дальше у берега нас ждет стадо слонов. Они приходят на реку 2-3 раза в день, попить, принять душ, иногда искупаться. Кажется, эта группа не в восторге от присутствия чужаков. Соседнее стадо, видимо, больше привыкло к людям и рокоту моторных лодок. Дождавшись захода солнца, мы вновь видим слонов, пришедших на вечерний водопой. Популяция серых гигантов была основательно сокращена охотниками и браконьерами. Но в 1967 году были предприняты меры по сохранению вида. С тех пор численность слонов в национальном парке Чобе достигла прежних размеров. Слоны даже оказались угрозой для других видов. Предполагается, что контролируемый отстрел слонов охотниками установит равновесие, а продажа лицензий на право охоты принесет дополнительный доход в скромный бюджет парка. Пока на этих молодых самцов наведены прицелы камер, а не карабинов. Первая близкая встреча с крупными млекопитающими в естественной среде обитания вызывает у нас уважение, если не сказать страх. Но с нами опытный проводник и лодка находится на безопасном расстоянии. С каждой минутой мы чувствуем себя все более уверенно и погружаемся в созерцание. В соответствии с правилами гигиены этот гурман сначала моет зелень, а затем отправляет ее в пасть. Взрослые слоны съедают за время 16-часового приема пищи до 200 кг растений. Этот индивид еще молод, ему хватает и 150 кг. Чавканье и довольное урчание свидетельствуют о здоровом аппетите. Последний снимок на сегодня. Через минуту темнеет так, что будет уже не до фотографий. Чаще всего конфликты решаются мирным способом или почти мирным. Самец, находящийся на более высокой ступени в иерархии стада, ударяет задиру хоботом, толкает бивнями, либо взметает облако пыли. Слабейший, если у него хватает здравого смысла, проявляет смирение. Но этот слон демонстрирует свое юношеское упрямство. Время отдыха. Отель Garden Lodge на окраине Касаны. Нас встречает море цветов. Приятное начало. Лагерь небольшой и довольно скромный, но условия и атмосфера лучше не пожелаешь. Здесь тоже есть животные, но домашние и ручные. Хозяйка обожает собак. Есть и приусадебный курятник, значит на завтрак будут яйца. Обслуживающий персонал отеля говорит по-английски и по-немецки. Внутри все ухожено и со вкусом обустроено. С затененной террасы открывается вид на сад и реку. Вчера мы подошли к парку со стороны реки, а сегодня въезжаем в него на автомобиле с полным приводом. Въезд Сидуду-Гейт всего в пяти минутах езды от Касаны. Территория третьего по величине заповедника Батсваны насчитывает 10 тысяч квадратных километров. Стадо антилоп. Днем они могут чувствовать себя в безопасности. Львы выходят на охоту ближе к вечеру. Джеффри снова за рулем. Жалуется на крестьян и рыбаков из Намибии, которые занимаются браконьерством на территории заповедника. Если бы не полный привод, сафари завершилась бы на первых километрах. Длинные и тонкие ноги жирафа выдерживают около тонны живого веса, из которых почти треть это масса длинной шеи. Въезжаем в заросли. Совсем близко от нас стадо буйволов. Альфа-самца можно отличить по роговым наростам на лбу. Вот он во всем своем великолепии. Неизменные друзья буйволов находятся совсем в другой весовой категории. Буйволовые скворцы очищают кожу животных от паразитов. Встреча двух бородавочников. Похоже, эти джентльмены настроены серьезно. Клыки – опасное оружие. Кто кого? Спор, кто мудрее, красивее и главнее, кажется, разрешился. Бородавочники чувствуют себя в саванне удивительно уверенно. Даже львы обходят их стороной. Как утверждают туземцы, не из страха перед клыками, а из-за уродства копытных. На заболоченной территории такие происшествия случаются часто. Джеффри спешит на помощь и берет застрявших на буксир. Проводники обмениваются информацией о том, что может ждать их на пути и куда стоит поехать, чтобы повидать интересных обитателей чаще. Возможно, неподалеку кормится редкая саблерогая антилопа. Вот она! Прекрасный вид у края дороги. Будем осторожны. Острые рога достигают полутора метров в длину. Если стервятники лениво прячутся в кронах деревьев, это означает, что в Чобе все спокойно. Еще более высокий наблюдательный пункт выбрал африканский белохвостый орел. У него идеальное зрение. Наверное, с такой высоты ему не составляет труда разглядеть, что ствол дерева на берегу только кажется стволом. На самом деле бревном прикинулся нильский крокодил. Он почти не заметен обитателям болот с плохим зрением. И еще один пример маскировки. Мощные тела бегемотов похожи на валуны. Всего 4 часа пути, а впечатлений уже масса. Трудно поверить, но по словам проводника, самое интересное еще впереди. Аэропорт в Касане. Мы следуем на болото Линьянти, расположенное на севере Бацваны. Самолеты это самый быстрый и удобный вид транспорта. В Cessna 208 13 пассажирских мест. Самолет набирает скорость и высоту, неся нас к новым приключениям. «Мы доставим вас в мир дикой природы», — обещает реклама авиакомпании «Сефофаны». Зачастую самолет является единственным видом транспорта, на котором можно добраться до лагерей на окраинах парка. Время в полете около 45 минут. Под нами Саванна. И снова Чобы, на этот раз с высоты птичьего полета. С этой перспективы лучше всего виден удивительный лабиринт, который образует рукава Акованга. Трудно поверить, но почти 60% территории Бацваны — это негостеприимные саванны, пустыни и полупустыни. Людьми заселена лишь пятая часть территории страны, общая площадь которой равна территории Франции и Бельгии, вместе взятых. На этих землях проживают около двух миллионов человек. С момента обретения независимости в 1966 году Бацвана считается одним из наиболее стабильных государств Африки и выбивается из стереотипных представлений о странах Черного континента. Богатые залежи алмазов обеспечивают высокие показатели национального дохода, образования и инфраструктуры. Выше по течению, вдоль границы с Намибией, чобы носят название Линьянти. Белые линии на островках — это отложения солей и минералов. Линьянти течет по узкому отрезку суши, принадлежащему Намибии. Нетипичная форма района Каприви — это следствие торговли между бывшими колониальными державами. За эту территорию, открывающую доступ к реке Замбези, англичане получили от канцлера Бисмарка остров Зензибар. Узкий ровный кусок земли посреди зарослей может быть взлетно-посадочной полосой. Длины для этого вполне достаточно. Но пилот должен быть готов к тому, что на взлетке может появиться слон. К счастью, приземление прошло удачно. На другом конце песчаной полосы уже ждут обратного рейса гости лагеря Думатау. Плацдарм цивилизации спрятан под кронами могучих Мангастанов. Деревянные мостки соединяют между собой десять рассеянных по зарослям бунгало, каждая рассчитана на двоих гостей. За ручьем начинается царство диких зверей. Ради собственного блага туда лучше не заглядывать. Первый, кого мы встречаем по дороге в лагерь – огромный бегемот со шрамами на спине. Интересно, кто рискнул напасть на этого гиганта? Самцу-тяжеловесу едва исполнилось три года. Уже сейчас его масса достигает полутора тонн. Зоопарк у дверей дома, без стальной решетки и бетонного рва. Делимся впечатлениями дня у костра. Утро встречает нас неприятной прохладой. На дворе май, и в Южную Африку приходит зима. Без пятнадцати семь, пора выдвигаться в путь. Нас ожидает ОАЦ, наш новый проводник. ОАЦ уже много лет с энтузиазмом занимается своим делом. Мы начинаем с поиска следов. Кажется, здесь был лев. А эти следы принадлежат круторогой импале – африканской антилопе. Это следы взрослого слона. А это след гиены. И те, и другие свежие, оставленные минувшей ночью. Следы жирафа, а рядом – пумы, кроссовок нашего проводника. Следы насекомых в отпечатках указывают на то, когда они были оставлены, поясняет ОАЦ. В этом направлении гиена держала путь вчера или позавчера. Солнце уже гораздо выше, но львов нет и следа. ОАЦ не сдается. Нужно запастись терпением. Мы в чаще, а не в зоопарке, где указатели приводят непосредственно к вольерам с животными. ОАЦ едет прямо по невысоким деревьям Мопаны, безо всякого вреда для подвески и шин. Мы продолжаем поиск хищных кошек. ОАЦ вышел из машины, предупредив, чтобы мы оставались внутри. На самом деле, пока не было случая, чтобы львы нападали на участников сафари. Но береженого Бог бережет. Машину хищники точно не тронут. Близоруким львам она напоминает слона, а слон не входит в их меню. А уж слон, который дурно пахнет и шумит, никак не может входить в их список потенциальной добычи. Львы должны быть где-то поблизости. ОАЦ нашел свежие следы. Его подозрения подтвердил по рации и другой проводник. ОАЦ чувствует себя обязанным развлекать гостей. С ролью рассказчика он справляется превосходно. Движемся дальше, притаившаяся за кустами гиена ждала нашего ухода. Вопреки распространенному мнению, гиены не так уж трусливы. Они позволяют себе даже скалиться на льва и стаи отпугивают его от добычи. Езда по неровностям укачивает. Искать приключений со львами дело непростое. Тем более с нами камера. И вот мы находим свежие следы. Прайт должен быть где-то совсем рядом. Водители трех машин связываются по радио. Круг сужается. Неписанное правило сафари требует, чтобы к прайду приближалось не более трех команд сразу. Есть. Наконец в ход идут фотоаппараты. Перед нами царь зверей. А точнее царица со своими царевичами. Охота прошла успешно. Насытившиеся животные отдыхают в тени. Львы – единственный вид кошачьих, живущие в сообществе. Потомством занимаются самки, чередуя роль охотницы и няни. Задача самцов заключается в захвате и защите территории. Они не опустятся до охоты и воспитания детей. Даже во время послеобеденного отдыха чувства не дремлют. Этот прайд состоит из двух взрослых самок, двух молодых самцов и четырех детенышей. Одна из матерей подает знак остальным отправляться в путь. Это наш шанс сделать более динамичный снимок. Оотс счастлив, что ему удалось найти нам львов. Сейчас он помогает нам подобраться к животным с разных сторон. Тау отправился дальше, сообщает Оотс по радио своим коллегам. Тау на языке племени Сетсвана означает «лев». Сachusetts много странных страны. Утой сына, как условия «лев». «Отко, я их повusu». «Отко, младшим, маленьким». «Отко, младшим, маленьким». «Отко, младшим, маленьким». Чем красивее грива у льва, тем больше у него шансов на внимание самки. В возрасте 5-6 лет по достижению половой зрелости наступает время для создания собственного прайда. Прайда, который будет его кормить. Одной из участниц похода становится не по себе, когда хищник приближается на расстояние в несколько сотен шагов. Ложная тревога. У льва нет кровожадных намерений по отношению к нам. После часа волнующей погони расстаёмся мирно. Время второго завтрака и возможность расслабить ноги. Кофе? Я беру кофе. Окей. Кофе? Кофе? Оац предлагает чай и кофе. Пользуясь случаем, он объясняет нам тонкую разницу между проводником и водителем, рекламируя самого себя. Считается, что водителем может быть любой. С гидом или проводником дело обстоит совсем иначе. Он должен уметь различать следы животных, знать их привычки, предвидеть, где они будут охотиться. Даже без этой саморекламы мы понимаем, что Оац – настоящий проводник. Он заботится о нашей безопасности, хорошем самочувствии и о том, чтобы мы получили максимальное количество впечатлений. При этом он не забывает об окружающей среде, о том, чтобы после нас не оставалось лишних следов. Это его родина, его страсть и место работы. Оац – человек, который находится на своем месте. Мы ни минуты не сомневались в его профессиональных качествах проводника. И, конечно, он очень хороший водитель. Антилопы Куду активизируются ночью. Уязвимые для хищников, они проводят дневные часы, спрятавшись в густых зарослях. Всегда насторожая, они практически вслепую пускаются в бегство, едва почуяв опасность. За поворотом помеха – стадо слонов. Масса удивления с обеих сторон. Слоны реагируют нервно. Сначала отступают, но через минуту начинают нам угрожать. У отца испугать трудно. Он знает, что нападение – это показное. Самки представляют опасность только когда с ними малыши. Но в этот раз рядом с ними практически самостоятельная молодежь. Самки не видят в нас угрозы. Слева – зебры. Скорее всего, два самца. Только самцы могут позволить себе бродить в одиночестве вдали от стада. Для чего зебри-полоски? Маскировка от хищников? Наверное. Но есть версия, что полоски отпугивают муху-цеце, у которой якобы рябит в глазах от полосатого узора. Дальше на обочине дороги – гнездо термитов. Шакал-одиночка терпеливо ожидает на втором плане, пока насытятся крупные хищники. Оот снова выходит из машины. На этот раз он разрешает и нам сделать то же самое. Абсолютно другие ощущения, когда ты не в машине. Медленно и, насколько возможно, тихо, мы приближаемся к краю небольшой возвышенности. Оотс исследует территорию. Откуда дует ветер? Все в порядке, можно идти. Под нами стадо слонов у водопоя. Ни слова, чтобы не спугнуть их. Интригующий момент. Всего несколько шагов отделяют нас от этих величественных животных. Маленькие глаза, огромные уши. Восприятие соответствующее. У слонов плохое зрение, но отличный слух. Нас по-прежнему не замечают. Взрослый слон ежедневно выпивает около 300 литров воды. За один длинный глоток вплоть до 100 литров. Водопой он чувствует за несколько километров. К сожалению, один из самцов почувствовал наше присутствие. «Идем», — приказывает Оотс. «Мы здесь лишь гости и не должны никому мешать». На краю тропы расположилась резиденция термитов. У этого одиночки, по всей видимости, слишком тяжелый хобот. Он свесил его на свой левый бивень. Шум двигателя выводит слона из задумчивости, но от испуга он запутывается. Взгляните, идеальная маскировка. Под тонкой акацией спрятались жирафы. По радио приходит сообщение. В округе больше ни одного стада. Ну что ж, пора пообедать. На обратной дороге мы встречаем несколько антилоп-гну. Это неутомимые путешественники. В поисках корма они преодолевают сотни километров. Звук бубна сигнализирует о том, что наш обед готов. С кухни плывет запах омлета. Бранч, объединение завтрака и обеда, великолепно восстанавливает силы. За длинным столом группы обмениваются впечатлениями. Еще чашечка чая, и команда Думатау демонстрирует, как она спелась. Думатау демонстрирует, как она спелась. Думатау демонстрирует, как она спела. Думатау демонстрирует, как она спела. После обеда отправляемся дальше. Оатс снова берет след. Группа Брайена, кажется, выследила гепардов. вот они две ленивые объевшиеся кошки спрятались в тени утром они поймали импалу съели ее сразу прямо на месте не делясь ни с кем сейчас они заметно отяжелели трудно поверить что эти животные самые быстрые в мире на короткой дистанции они способны развивать скорость до 120 километров в час гепард единственное семейство кошачьих кто преследует свою жертву не подкрадываясь к ней наевшись досыта гепарды могут бездельничать целых три дня потом снова придется искать добычу фото сафари продолжается от взял курс на большой водопой который часто посещают животные на этот раз тут собралось довольно большое стадо слонов несколько поколений сразу глядя на такое многочисленное представительство испытывающих жажду слонов мы задумываемся останется ли в пруду хоть капля до наступления сезона дождей еще довольно далеко рядом высохший лужицы пасется молодой гиппопотам на языке туземцев называемый кубу или он оголодал или его выгнали из рода большинство гиппопотамов выходят попастись на сушу лишь ночью бегемот кажется ненасытным за сутки это толстокожие млекопитающее съедает количество травы которая составляет один процент его веса при этом гиппопотам на удивление резв рядом с гепардом у него конечно нет шансов человека этот толстяк обгонит в два счета гиппопотама лучше не нервировать несмотря на забавную внешность это самое опасное для людей млекопитающее если она чувствует себя в ловушке то начинает сечь резцами направо и налево в африке бегемоты виновники наибольшего количества смертельных случаев с участием животных еще один обитатель болот ли не анти длинноногий жираф чтобы попить воды должен исполнить акробатический трюк сложно не залюбоваться грацией жирафа особенно когда такую грацию демонстрирует целое стадо кажется оац опять что-то нашел снова бегемот грозный и даже страшный лучше держаться на безопасном расстоянии особенно учитывая что это мама с детенышем он родился несколько дней назад первые недели после родов самка гиппопотама проводит вне стада где малыша могут случайно растоптать но семья поблизости разлеглась в соседнем болоте вес взрослых бегемотов достигает трех тонн на свободе они доживают до 50 лет в воде уши и ноздри остаются закрытыми над поверхностью пруда торчит лишь кончик носа гиппопотамы проводят под водой много времени это единственный способ охладить кожу лишенную потовых желез гиганты ходят по дну как астронавты по луне такую сцену в зоопарке не увидишь самец главарь стада вот таким захватывающим способом метит территорию вот объявляет отступление брайан сообщил по рации об очередном следе кто на этот раз 11 гиеновых собак их трудно встретить нам просто повезло когда-то они были весьма распространены а сегодня находятся на грани исчезновения голодный и злой молодняк еле передвигается главное среди них самка она всегда подает сигнал к атаке а пока предводительница ведет всех отдохнуть в тень видимо время для охоты еще не пришло стая очень дисциплинированно единственное что могут себе позволить животные стоящие на низших ступенях иерархии это шаг вправо или влево на солнце и обратно в тень гиеновые собаки или ликаоны принадлежат к семейству псовых их главные враги львы и гиены намибия мазамбик и бацвана нигде кроме этих стран гиеновая собака уже не водится популяция этих животных едва насчитывает 2000 особей в южной африке они были почти полностью уничтожены фермерами их количество сокращается также за счет болезней и хищников от никогда не приближается к логову если там есть щенки по его следу потом могут пожаловать львы общность крепка гиеновые собаки вместе спят и охотятся позиции занимает очередная группа наблюдателей и гиеновые собаки оправдывают ожидания наступает вечер а значит пора выходить на охоту самка созывает стаю пора сбор отовсюду сбегается молодежь стая образует полукруг и оглядывает окрестности от старается изо всех сил чтобы мы ничего не упустили разделившись на группы и гиеновые собаки получают больше шансов поужинать а их обычное меню импала быстрая но несмотря на это самая легкая добыча когда собаки голодны а это нормальное для них состояние они безжалостные убийцы вонзая клыки в добычу собаки сразу начинают рвать ее на куски стремясь приблизить смерть жертвы стая скрывается в густой траве друг друга животные тоже не видят но благодаря идеальному нюху не теряют контакта несмотря на то что сгустились сумерки от не желает возвращаться будоражащая новость по рации вдоль реки линьянте блуждает одинокая дикая кошка а вот и она молодая самка ей год с небольшим вероятно она недавно вышла из-под опеки матери и учится охотиться ее первая добыча мыши и другие мелкие грызуны захватывающий финал дня брайан проводник другой группы рассказывает сказку на ночь это одно из немногих мест на земле где все еще можно увидеть животных живущих большими стаями в естественной среде сегодня нам очень повезло здесь влажно к реке приходит много животных чтобы утолить жажду после обеда нам удалось увидеть леопардов гиеновых собак и львов это одно из последних мест где можно увидеть большие стада слонов этот одиночка решил побыть помехой воздушному такси но к счастью ненадолго вскоре взлетно-посадочная полоса освободилась одни прощаются саванна и другие лишь начинают свое путешествие жаждущих экзотических приключений ждут небольшие лагеря маленькие но поразительно удобные и как следствие довольно дорогие из линьянти мы отправляемся к акаванга эту крупную реку питают воды которые скапливаются во время сезона дождей в горных районах анголы река не достигает моря она разливается в виде огромной до 15 тысяч квадратных километров дельты к северу от калахари недалеко от места где спокойные до поры река начинает ветвиться расположен лагерь вамбура плейнс через 15 минут после приземления мы на месте и снова удивительный комфорт здесь еще более стильно чем на прежней стоянке среди гостей довольно большую группу составляют туристы из соседней юар язык африканс здесь смешивается с английским немецким и несколькими десятками других уже через минуту после выхода на террасу начинает казаться что мы в раю на фоне прекрасного пейзажа разместилась семь двухместных бунгало это место сложно будет покинуть но мы в бацване не ради комфорта нас ждет сафари за порогом раздвижных дверей африка как на открытке вокруг лагеря раскинулась саванна которая подпитывается водами акаванга вамбура плейнс поражает необычной атмосферой простые формы приглушенные краски стильные детали в единое и неинтригующее целое собрала все это женщина-дизайнер из южной африки ресторан и бар в аскетичном но красивом холли архитектура и дикая природа в идеальной гармонии романтичный уголок для чтения кресло из ракушек ручная работа африканских ремесленников хватит бездельничать приключения зовут за рулем наш новый проводник йоханнес местами дорога размыта в мае в дельте еще много воды первый след слоновий помет самец куду с гордостью демонстрирует рога желая впечатлить свою избранницу он ходит рядом поскольку самка обычно ведет уединенный образ жизни и семьей не интересуется и это серая громадина тоже одиночка самцов выгоняют из стада когда они достигают половой зрелости чаще всего они держатся небольшими группами вместе с немолодыми холостяками наверное он хочет показать нам что это его участок йоханнес отъезжает чуть дальше уступая место гиганту но мы остаемся в первых рядах наблюдая за захватывающим зрелищем с ближайшего расстояния 2 миллиона лет назад воды акаванга наполняли огромное озеро магадигади площадью 200 тысяч квадратных километров постепенно его размеры сильно сократились и уже 60 тысяч лет назад почти всю его территорию покрывали топи болота и пышные заливные луга приблизительно 10 тысяч лет назад топи стали высыхать что скорее всего было вызвано изменением течение рек сегодня часть древнего озера занимает дельта акаванга за последние 50 лет уровень воды в реке упал но настоящей угрозой ее будущему стали ирригационные и энергетические проекты намеченные анголой и намибией когда машина превращается в амфибию и внутрь попадает вода нам становится не по себе но йоханнес нас успокаивает все в порядке просто надо поднять ноги повыше пока не зальет воздушный фильтр и глушитель можем еще немного погрузиться лишь два процента вот акаванга впитывается в почву толстый в несколько сотен метров слой песка скрывает воду бесследно зато 95 процентов воды испаряется перед нами могучий баобаб как гласит бушменская легенда бог создавая мир сбросил баобаб с неба на землю но в полете дерево перевернулась и вонзилась в почву кроной они корнями действительно немного похоже густая крона иуки гели африканской ее также называют колбасным деревом из-за плодов по форме напоминающих салями где засушливая саванна граничит с болотами там идеальное место для жизни как животных так и растений с тех пор как здесь запретили охотиться число эндемичных видов значительно возросло сегодня ни один стрелок не нарушит спокойствие этого места слышны лишь отголоски ночи и конечно шум мотора нашего джипа сразу после захода солнца многие животные отправляются на охоту чтобы пораньше вернуться луч фонаря выследил гиену характерный наклон спины это самец самки как правило массивнее подъем на заре искатели приключений должны быть ранними птахами очередной день начинается с неожиданного визита молодой слон редко блуждает самостоятельно выглянув мы убеждаемся что он не один мать поджидает заблудившегося ребенка регулярная осада теперь мы уже знаем почему терраса и дома в лагере построена на возвышении у нас вряд ли была бы возможность настолько приблизиться к слону даже с самым опытным проводником неожиданный визит вызывает смешанные чувства по спине бегут мурашки время завтрака но кажется никто не спешит сесть за стол новым гостям не нужна регистрация все реализм 20 слонов как ни в чем не бывало входят в наш лагерь как к себе домой вес самых крупных сухопутных млекопитающих может достигать 6 тонн ежедневная потребность в корме у взрослых особей превышает 200 килограммов новорожденный слоненок весит 110 килограммов мать кормит его до двух лет половой зрелости слон достигает в возрасте 7 лет слоны питаются исключительно растительной пищей и при этом они довольно привередливы тщательно отбирают и очищают траву листья коренья фрукты побеги барменша не торопится открывать буфет придется потерпеть мостки ведущие к бунгало по-прежнему заблокированы смельчакам принадлежит мир но кажется смелость понятие относительное через час непрошенные гости уходят мы вынуждены наверстывать упущенное время на пристани нас ждут мокоро выдолбленные из деревьев лодки традиционный вид транспорта в дельте акаванга шаткая посудина из эбенового дерева или кигелии достигает в длину около пяти метров и вмещает двух пассажиров есть еще место для водителя который толкает лодку с помощью длинной жерди нгаши это территория принадлежит двухсантиметровым лягушкам самка цепляющийся за стебель тростника имеет красноватую окраску чем больше глубина тем больше риск встречи с гиппопотамом скрытые водой гиганты перемещаются с островка на островок это хиппо хайвер или эллифант хайвер это хиппо хайвер или эллифант хайвер дальнейшее путешествие по болотам проходит уже на более надежном транспортном средстве этот одиночка сильно встревожен по крайней мере так утверждает йоханнес нас нет нас нет заклинает йоханнес однако разгневанная громадина продолжает приближаться кажется опасность позади но вскоре у нас опять появляется компания в этом регионе дельта акаванга полно слонов йоханнес нас успокаивает несмотря на наличие детенышей мать не должна вести себя агрессивно естественно если мы уступим ей дорогу но все-таки что то вызвало у слонихи раздражение у нас нет выхода надо удирать и снова пересадка на этот раз в моторную лодку мы продираемся сквозь заросли папируса и тростника после того как здесь прошло стадо слонов способное вытоптать небольшой остров некоторые маршруты приходится прокладывать заново в том что дельта акаванга сохранилась почти нетронутой значительная заслуга мухи цц она является переносчиком опасной африканской сонной болезни сегодня болезнь уже не столь распространена но в прежние времена люди не селились на болотах именно из-за нее и 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 зато было но на помните двойной джинс тоником для нашего бесстрашного кинооператора очередной романтичный закат под аккомпанемент птичьих песен и кваканье миниатюрных красных лягушек КОНЕЦ На вертолете мы добираемся до последнего места ночевки нашего сафари. Полет занимает около 15 минут. Рядом на небольшом острове расположен частный заповедник Джао. Мы можем оценить размеры дельты с высоты птичьего полета. Массы воды, стекающей из гор Анголы, превращают саванну в большое болото. На островах видны белые и желтые отложения солей и минералов. Дельта протянулась по краю восточно-африканского тектонического разлома. Однако на поверхности сейсмическая активность практически не чувствуется. Толчки эффективно глушатся внешним 400-метровым слоем песка. Мы приземляемся на обсаженном пальмами островке Квитсани. Здесь встречают песней. На возвышении в несколько метров пять хижин для десяти гостей. Идеальное место для Тарзана и Джейн. Как и в прежних лагерях, здесь посреди дикого края созданы комфортные условия. Есть даже проточная вода, а также незабываемый вид с террасы на дикие земли и диких животных. На затопленных территориях кормятся водяные козлы. Открытая терраса на высоких сваях располагается практически на высоте крон деревьев. Достаточно высоко, чтобы под ней мог пройти взрослый слон. На обширной платформе, помимо удобных сидений, поместился буфет и длинный стол. После ужина шеф-повар Дженни подает ароматный собственноручно испеченный хлеб в форме черепахи. Романтичное завершение очередного полного впечатлений дня. Из темноты доносятся голоса диких зверей. Где-то неподалеку слышится львиный рык. Хотя мы сидим у костра, а хозяева развлекают нас пением, становится не по себе. Музыка 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 Окрестности Квецани мы исследуем с помощью Джорджа. Он отсюда родом и знает тут каждую пять земли. Мы идем по следам львов, которые своим рычанием заставили нас нервничать вчера ночью. Они должны быть где-то рядом. Вот и первые следы. А вот и сами звери. Мона Тау Джордж передает по рации радостную весть своим коллегам-проводникам. Самец с густой гривой это некий Фредди, постоянный обитатель Квецани. С ним вместе и семья, две самки и двое детенышей. Детенышу впереди около года. Конституции и особый рост шерсти на лбу указывают на то, что он самец. Фредди около восьми лет и весит он поболее двухсот килограммов. Животные выглядят ленивыми. Скорее всего, они недавно поели. Видимо, охота прошлой ночью была удачной. Зевая, молодой самец демонстрирует впечатляющую пасть. На Фредди напала сонливость. В высокой траве его почти не видно. Ничто не тревожит безмятежный сон льва. Ведь поисками и выслеживанием добычи занимаются самки. За кого будем болеть? За охотника или за жертву? В этот раз антилопы были на чеку и вовремя предупредили свою далеко зашедшую подругу. Фредди поднял тяжелую голову, чтобы посмотреть, как идут дела. Похоже, отсутствие ужина его пока не тревожит. Он привык, что его зовут на ужин, а уж его гарем постарается, чтобы господин не ходил голодным. Первые попытки закончились неудачей. Но ночь длинна. Когда стемнеет, преимущество будет на стороне львиц. И перед настоящей охотой непременно надо сходить в туалет, чтобы бегать налегке. Спокойствие Фредди вызывает зависть. Он без труда справляется со своей единственной обязанностью в Прайде – изображать, кто здесь главный. С наступлением сумерек к грозному виду добавляется жуткое рычание. Молодежь тоже не обременена важными делами. То есть все как всегда – на плечах женщин. Мы засмотрелись и не заметили, как одна из самок забралась под наш автомобиль. Всех мучает вопрос – не включило ли нас это милое семейство в свое меню? Какое облегчение. Зевок львица говорит, что мы ей не интересны. Джордж успокаивает. Еще не случалось, чтобы львы или другие дикие кошки напали на людей, сидящих во внедорожнике, даже в открытом, как наш. Кажется, сегодня пригодятся спасательные жилеты. Джордж запланировал водное приключение. Если бы не термиты, дельта была бы плоской, как стол. Жилища этих насекомых, возводимые из жеваной древесины стотысячными колониями, тверды и непоколебимы. Этот термитник растет вот уже полвека. Он уходит под землю на то же расстояние, на которое возвышается над ней. Гнезда термитов представляют собой нечто вроде фундамента, на котором оседают органические остатки и укореняются растения. Таким образом, возникают островки, поросшие кустами и деревьями. Остров дает убежище большим и малым животным. Джордж шестым чувством ощущает присутствие хищников. Перекликаются заметно взволнованные птицы. Кто-то прячется в чаще. Джордж был прав. Молодой леопард без тени смущения направляется в нашу сторону. Леопард четвертая по размеру кошка в мире. Эту встречу мы будем помнить до конца жизни. Наш новый товарищ нашел для себя удобный наблюдательный пункт. Леопард опять движется к нам. Даже щелканье вспышек не в состоянии его смутить, а тем более испугать. Это не конец спектакля. Леопарды с необычайной легкостью залезают на деревья. Обычно они тянут за собой и пойманную добычу, поскольку на земле к ним сразу напрашиваются незваные гости. Эта поза словно говорит «Хватит фотографировать, я устал. Возвращайтесь откуда пришли». Прощальная фотография. Мы отправляемся в сторону водопоя, которое облюбовало семейство слонов. Это еще одно стадо, в котором правят самки. С ними два молодых самца, которые скорее всего еще не достигли половой зрелости. Взрослых самцов обычно выгоняют из стада. Самки подпускают их к себе только во время течки. Слоны – неутомимые путешественники. Каждый день они проходят многие километры в поисках корма. В помете, который они оставляют по дороге, остается множество непереваренных семян. Таким образом гиганты вносят свой вклад в размножение растений. В высокой, выжженной солнцем траве отдыхает молодой лев. Вот что значит сила спокойствия. Никто и ничто не может ему помешать. У самых крупных хищников в саванне нет естественных врагов. Для поддержания имиджа царя зверей лев на минуту поднимается и инспектирует окрестности. И снова джипы превращаются в амфибии. Для разнообразия снимаем объект поменьше – пестрого зимородка. И снимаем объект покрупнее – ебиру из семейства аистов. Он робок и держится от нас на безопасном расстоянии. Встреча с другими группами участников сафари сулит новое приключение. Наши водители похоже связались по рации, поскольку кто-то из них напал на след большого зверя. «С какой стороны подъехать?» – спрашивает Джордж своих коллег, боясь испортить зрелище. «Это Бьюти – семилетняя самка леопарда с потомством, хорошая знакомая наших проводников. Малышам не более двух месяцев». Мать терпеливо сносит проказы котят. На обратном пути Джордж страстно со знанием дела рассказывает о больших и малых красотах Акованга. Он счастлив видеть, как мы восхищаемся его родиной. К сожалению, это последний день нашего сафари по саваннам и болотам Бацвана. Джордж прощается с нами весьма необычным способом, подражая звукам, которые издают лев и гиппопотам. «Измейт и гиппоп. Измейт и гиппоп. Измейт и гиппоп. Мы объехали множество стран и континентов. Но никогда еще наше прощание не было таким щемящим». Аплодисменты Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok